Привет, дорогие друзья! Доброго времени суток! Ну что, очередной финальный финал сольного рейда, на этот раз последний контракт сольного рейда Devstroke'а на ваших экранах. Продолжаю проходить этот сольный рейд на своем относительно недавно созданном аккаунте. Наверное, я согласен с тем, что нельзя уже назвать этот аккаунт новичком, но, насколько я знаю, на данный момент больше не выходило новых арен, новых топов на арене, и вот аккаунт, который вы сейчас видите на экранах, это последний аккаунт с последней новой арены. Но, может быть, в этом ключе его еще можно назвать новичком. Но чуть более трех миллионов опасности общей на этом аккаунте. Продолжаю, как всегда, бить утопленницей, потому что, ну, больше-то особо и неким, я постоянно вам об этом говорю. В прошлом ролике я попробовал систему того, что я показываю всего лишь по одному бою против боссов-подбоссов, и я просил вас в комментариях обозначить свою точку зрения, свои мысли, нравится ли вам такой подход или нет, но никто не возмущался, в принципе, как никто и не говорил, что, в принципе, этот формат понравился. Но возмущенных не было, поэтому я оставляю пока что вот такой же формат. Почему оставляю такой формат? Ну, все очень просто, потому что сольный рейд, последний контракт уже давным-давно был пройден на моем канале, и есть специальный плейлист, который так и называется, сольный рейд, последний контракт. Вот там я проходил этот сольный рейд на своем основном аккаунте, а сейчас я прохожу его повторно. Все это я уже видел, все это я вам уже показывал, но просто сейчас я прохожу, обращаю ваше внимание, на аккаунте новичке этот сольный рейд, но я просто вам покажу и показываю первые бои, бои, бои. Боже мой, что я несу? Что несу вообще? Первые бои против боссов и подбоссов, я думаю, нет смысла крутить по кругу одинаковые бои, показывать. Вот в этом бою я столько снес, а вот в этом столько. Всегда приблизительно получается один и тот же результат, тем более, что я играю одной и той же командой, поэтому не вижу в этом смысла. Смотрите, как хорошо получается драться против Бэтмена-рыцаря ужаса. Конечно, он так очень безрассудно подвынес моего Робина. Здесь вот пытаюсь пятиться немножко назад, чтобы прервать спецприем Бэтмена с помощью острой косы. Ну, вы что-то видите? В тот момент, когда я вот прям на изготове стою, чтобы прервать спецприем с помощью острой косы, увеличить свой урон, я типа готов ко всему этому, да? Бэтмен почему-то, ну, спокойно. Бэтмен почему-то не хочет выполнять свой спецприем, а я, соответственно, с помощью спецприема утопленницы не могу прервать его спецприем. А очень хотелось бы, потому что, ну, вот, что успел? Не успел. Но почему хотелось бы? Ну, потому что каждый раз, когда я прерваю спецприем с помощью острой косы, я увеличиваю свой урон. Ну, а вы понимаете, что чем больше у меня урон, тем больше, соответственно, урона от потопа будет финального, да? Ну, вот как-то не получается. У него достаточно быстрые анимации его спецприемов, да? И ты вроде бы как нажимаешь по таймингам вроде как и вовремя, а вроде как и не успеваешь прервать спецприемы. Но уже есть как есть. В любом случае, смотрите, большую-большую половину жизни Бэтмена я снес. Ну, кто-то может мне сказать, что этот бой был сложным? Ну, наверное, нет. Так, 39 миллионов из 65 возможных. Я думаю, ну, мне хочется верить в то, что мне еще одной попытки хватит. Хотя, в принципе, можно и относительно расслабленно проходить этот рейд. В принципе, времени-то еще достаточно много на прохождении этого рейда остается. Поэтому я не думаю, что я не успею и, в принципе, должен вкладываться в отведенное время для прохождения этого сольного рейда. Что будет дальше с игрой, понятия не имею, потому что вот на днях должно было выйти обновление, да? И мы все с вами знаем, что разработчики... Сейчас скажу грубо. Я обычно культурно выражаюсь, вы знаете, у меня культурный канал. Но здесь другое слово просто не подходит. Разработчики максимально обосрались. Такое произошло впервые. Обновление 5.7 было отозвано. Несмотря на то, что мы полдня и до глубокой ночи ждали, когда же это обновление появится, потом разработчики в своей социальной сети выкатили сообщение, что, ну, короче, извините, обновление не будет, обновление отменяется. Мы нашли ошибку. Какую ошибку они там нашли, ни нам не говорят. Когда теперь будет обновление, они нам опять же не говорят. Но так, конечно, свинский, скотский, как всегда. Но для меня это не очень удивительно. В принципе, всегда читалось, что разработчики не очень-то уважительно относятся к своей фан-базе, не очень-то уважительно относятся к игрокам Injustice 2 Mobile. Но вот такая ситуация с тем, что они отменяют обновление, произошла впервые. Вот впервые, да. И тут интересен еще тот момент, что я помню, что очень большая проблема была в первый раз, когда добавляли Shazam. А сколько это было? Года три? Может, даже четыре назад? Я помню, что на Android была проблема, когда первого Shazam в игру добавляли. Внезапно появилось обновление в Play Market. Все, в том числе и я, побежали, обновились. Вот. Я зашел в игру, даже успел внезапно попасть на тестовый сервер разработчиков, а не на свой основной аккаунт. И потом быстро опять в игре высветилось техническое обслуживание. И потом разработчики в своей социальной сети сообщили о том, что, оказывается, обновление еще не должно было выйти. Оказывается, обновление должно было выйти попозже, попозже. Поэтому Android пользователи, те, кто успел обновиться, те, кто поспешили, а потому что обновление было доступно просто в Play Market, ты заходишь, у тебя написано «Обновить». Ну, естественно, ты идешь и обновляешь. В общем, те, кто успели обновиться до отзыва обновления, они не могли в игру заходить около недели, по-моему. И вот, спустя энное количество лет, они еще раз, еще одного Shazam добавляют. И опять какая-то проблема. То ли Shazam заколдован, то ли у разработчиков, конечно, немножко мозгов не хватает. Но потому что мне не совсем понятно, почему, когда вы обновление готовите целых 3 месяца, даже больше, даже больше, вы что, его не тестируете? Вы не видите этих явных ошибок? То есть, внезапно достаточно анонсировали обновление 5.7, ну согласитесь с этим, да? Никто из нас вообще подумать не мог, я вообще решил, что обновление где-то к концу марта будет. И тут внезапно оказывается, что будет обновление, да, 15 марта. Мы этого не ожидали, оно появилось достаточно внезапно, это сообщение о том, что игра будет обновлена. И вот ты сидишь, ждешь это обновление, и те разработчики говорят, да, нет, короче, не жди. У нас, короче, ошибка, мы, короче, отзываем обновление. Ну а когда будет новое, да какая тебе разница? Мы когда захотим, тогда и выпустим. Но если опустить всю лирику, вот получается, что вот приблизительно вот так, да? Никаких вообще сведений нет. И вот в связи с этим у меня, конечно, всегда есть вопрос. Я показываю вам модификаторы, да, те, кому нужно, кому важно. Они читают их на паузе, я просто их помню, я знаю их и пересматривал свои видео до того, как начал это записывать видео. Но я не комментирую бои, потому что вроде как ничего интересного не происходит. Бои достаточно однотипные, однообразные. Я просто немножко другую тему поднимаю, да, тему обновления. И вот, короче, сложив все вот эти факторы скотского отношения воедино, у меня возникает один вообще нескромный вопрос. Тестируются ли обновления перед тем, как они их выкатывают? Ну правда, каждое обновление такое ощущение, что намеренно делает игру еще хуже. Ни одного обновления не обошлось, чтобы не было каких-либо серьезных багов. Но в любой игре после какого-либо обновления может произойти так, что появляются баги, это, ну, от этого никто не застрахован, да? Но в Injustice 2 Mobile серьезные, явные баги. То команда классиков не работает, то команда Batman Ninja не работает, то вот сейчас жалуются, зато она не работает, если ты ставишь ее не в первый слот, а во второй слот. И тогда, соответственно, если она стоит у тебя во втором слоте, ты не можешь снимать процентный дамаг с помощью Zotan. Ну, то есть, это команды, которыми играют все. Но невозможно во время тестового обновления, которое, я надеюсь, у них проходит, да, на сервере разработчиков каких-нибудь. Но невозможно эти проблемы не заметить. То ли они просто не проводят никаких тестов, так, слепили на быструю руку и все, и выкатили. То ли им настолько пофиг, что когда они во время тестового обновления на своих серверах выявляют какую-либо ошибку, они никак на это не реагируют и просто выкатывают очередное обновление, зная, что мы и так это все съедим. Но вот мне интересно просто, в чем была в этот раз ошибка, насколько она была глобальной, что разработчики пошли на то, что они отозвали обновление, и вот уже который день подряд нет вообще никаких сведений, нет вообще никаких новостей. На какой стадии вообще идет решение этой проблемы? Когда нам теперь ждать это обновление? Повлияет ли то, что сейчас обновление отложили на неопределенный срок? Ну, я такой вывод делаю, да, потому что информации нет. Но вот повлияет ли то, что они отложили обновление на неопределенный срок, на последующее обновление, которое чисто теоретически должно выйти где-то приблизительно в июне. Обычно всегда классически 4 обновления в год. Первое обновление всегда выходит приблизительно с середины марта до середины апреля. В любой из дней в этот период может оно выйти. Второе обновление всегда обычно выходит где-то в 20-х числах июня, либо же в конце июня. Вот, третье обновление всегда обычно выходит либо в конце сентября, либо до середины октября, типа, грубо говоря, тематическое хэллоуинское. Ну а четвертое обновление выходит, соответственно, зимой к новогодним праздникам. Так вот, повлияет ли то, что сейчас отложили обновление на последующее июньское обновление? Потому что в июньском обновлении может быть много всего. Там же выходит фильм Флэш. А там и, может быть, новый Бэтмен в скине киношном, да? Майкл Китон, да, или как там зовут Бэтмена, который будет во Флэше. Это может быть и новый костюмчик Эзер Миллера, новый костюм Флэша, да? Это может быть и новая Супергерл в своем киношном скине. Это может быть и черный Флэш, который вроде бы, как согласно сливам, должен быть главным злодеем предстоящего фильма Флэш. То есть там достаточно много контента, который можно чисто теоретически добавить. Как это повлияет? Вот отсутствие обновления сейчас, как это повлияет на последующие игры? Повлияет ли в принципе? Не знаю. Разработчики максимально ленивые. Когда я в своем телеграмме написал, что разработчики лентяи, кто-то там, как обычно, попытался заступаться за них или просто протестовать, мои слова. И мысль заключалась в том, что вот что ты хочешь, разработчики не лентяи, а они не выпускают годных обновлений, потому что в этом нет смысла. Они на этой игре не зарабатывают баг. Но, во-первых, как я ответил этому человеку, так и здесь скажу. Во-первых, никто никогда не видел никаких финансовых отчетов разработчиков Injustice 2 Mobile и подразделения, которое трудится конкретно над этим проектом. Никто не видел, поэтому никто не знает, насколько они себя комфортно и некомфортно чувствуют. Но и потом не стоит забывать, что Незеры и, в частности, Warner Bros. Games это достаточно алочная студия. И никто никогда не продолжал бы поддерживать проект, если бы этот проект не приносил бы им денег. Если до сих пор Injustice 2 Mobile на относительном плаву, и если она до сих пор получает относительно стабильные обновления, то вывод напрашивается сам собой. Значит, игра все же приносит какой-никакой доход. Значит, есть смысл в дальнейшей поддержке Injustice 2 Mobile, раз уж ее не прикрывают. Поэтому все вот эти вот моменты, что разработчики не делают нормальных обновлений, потому что они не получают нормальное с этой игры, не знаю, мне кажется, что это все просто, знаете, информация взята из неба. Хотелось бы, хотелось бы, чтобы Injustice 2 Mobile наконец-то пережила какой-то ренессанс. Когда я в почте игровой увидел сообщение, там нас поздравляли с новогодними праздниками, уже после Нового года, и в этом сообщении от команды разработчиков говорилось, мы вас там поздравляем с наступившим 2023 годом и обещаем вам, что в наступившем году у нас для вас подготовлено просто море контента. Где это море? Пока что я его не вижу. Я пока что даже с того очка не вижу. Но, возможно, обновление 5.7 должно было быть каким-то максимально глобальным. И поэтому они решили отложить выход этого обновления, но потому что, может быть, действительно на какую-то серьезную проблему наткнулись, да? А может быть, просто не успели что-то доделать. Я к этому гораздо больше склоняюсь. Кстати, неплохой бой против Джокера получился. Вот вроде начало... Ну, понятно. Вроде начало выдалось не очень успешным, а вот под конец как-то даже неплохо разыгрался. Ну, Джокер один из самых опасных подбоссов в этом сольном рейде, поэтому тот результат, который у меня вышел, он, в принципе-то, неплохой. Вот так я очень удачно проговорил все возможные попытки, которые у меня сейчас были. Но, мне кажется, я достаточно интересные темы поднял, поэтому велкам в комментарии обсуждать мое мнение, соглашаться или опровергать. У всех есть возможность высказать все, что они думают по поводу того, что я сказал в этом видео в комментариях. Ну, а мы с вами встретимся уже в бою против финального босса Девструка. Совсем чуть-чуть осталось. Не переключайтесь. Все. Все лежат, все лежат. Я, как всегда, обычно, всегда сообщаю в своем телеграм-канале. Если кто-то еще не подписан, но хочет это сделать, ссылку найдете в описании к ролику. Всегда сообщаю, на какой стадии я нахожусь. И вот я сегодня скинул скриншот, что пошел уже сражаться с финальным боссом. В принципе, ролик ждут. Для меня это самое главное, потому что, когда я понимаю, что кто-то ждет ролик, кто-то спрашивает о том, когда выйдет тот или иной ролик. Это говорит о том, что, ну, наверное, не зря тружусь, и это определенного рода стимул. А также не забывайте еще об одном стимуле. Это ваши пальцы вверх. Прямо сейчас можно нажать на палец вверх, поддержать это видео, поддержать меня, простимулировать меня на дальнейшие свершения и на запись дальнейших роликов. Все, поехали сражаться против Девструка. Я через какое-то время записываю вот эту часть ролика, да. В предыдущей части мы смотрели на подбоссов, сейчас уже деремся с Девструком. Короче, к чему я это говорю? К тому, что на данный момент по-прежнему нет никаких новостей. Ни малейших намеков, никаких новостей по поводу того, когда же нам теперь ожидать обновления 5.7. Разработчики как будто бы забыли о том, что у них должно было быть обновление, они с ним укакались и, ну, вообще никаких новостей нам не сообщают. Так, здесь защитный экран и нужно об этом, конечно, не забывать, потому что вы знаете, что я люблю улучшать третий спецприем Робина Кинга с помощью теневой энергии. Вот. И здесь не стоит забывать, что у Девструка защитный экран, поэтому я не смогу нанести дамага больше с помощью улучшения теневой энергии как раз-таки из-за этого защитного экрана. Здесь нужно быть осторожным и внимательным в этом плане. Как я ненавижу, когда персонажи обездвиживаются после спецприема. Точнее, суперприема. Ну, так неудобно, ну, так некомфортно вообще. Ох ты. Но если бы не защитный экран, у нас бы, наверное, уже приблизительно четверть здоровья Девструка была бы снесена. Я попытаюсь, если будет возможность еще попрерывать спецприемы Девструка, если будет возможность, повторюсь. А вот она как раз пришла. Ха. Прям вовремя, слушайте. Прям вовремя. Вот эти лужи, вот эти газовые гранаты Девструка, они не особо вредные. Ну да, они наносят длительный урон, когда вы стоите внутри помехи. Но, вы видите, он не такой себе принципиально большой и не очень-то вам вредит. Конечно, понемножку жизни отнимаются. Но это не настолько критично, как, например, в схватке против подбосса Атроцитус в темных ночах каких-нибудь, да? Ночах, в темных ночах, в темных ночах, в ночах. Что происходит сегодня с вами? Куда я ставлю ударение в словах? Не могу понять. Короче, в сольном рейде Бэтмена, который смеется, помните, там есть подбосс Атроцитус. Вот там, конечно, вот этот длительный урон, он чувствовался. В данном сольном рейде, но есть эта лужа, но немножко она вас коцает. Но она ничем вам абсолютно не мешает. Не отключает ваши спецприемы, никак вас не ограничивает в передвижении. Но там совсем по чуть-чуть она снимает этот длительный урон. Урон длительный от потопа утопленицы с дефстрока гораздо больше снимает, чем урон длительный дефстрока с утопленицы. Короче, я не вижу в этом никаких проблем. Тем более, что если вы будете драться точно так же, как я, вот используя тактику, ну, скажем так, прессинга углового, да, то с этим вообще никаких проблем не будет. И эти помехи, что самое интересное, они не постоянно находятся на экране. Вот они упали сверху эти дымовые шашки, дымовые гранаты, подымили, поотнимали немножко у вас хпшки, и все, и пропали. И потом через какое-то время они опять появляются. То есть, ну, типа удобненько. 76 миллионов – это вообще очень неплохой старт для моей, мягко говоря, не очень-то прокаченной команды. Ну, а все, встретимся в финальном раунде. Финального босса точно покажу еще как минимум один раунд, поэтому самое интересное впереди. Ну и, конечно же, награды. Вот, вот они, вот они, новые попыточки. В итоге получается что? А получается, что я потратил две попытки, которые вы видели. У меня там было, да, две попытки. Одну из них вы увидели, вторую я сделал вне экрана. И вот у меня новый круг попыток. Две было уже потрачено, то есть всего четыре на данный момент. И вот пятая попытка начинается. Почему я начинаю записывать сейчас? Ну, а потому что, если звезды сойдутся удачным образом на небе для меня, то, возможно, это будет последняя попытка. А мне не хотелось бы провтыкать эту самую последнюю попытку и не показать вам последний победный босс. Босс. Бой. Против Девстрока. Поэтому, тихо прервал, поэтому буду записывать. Ну, а вдруг получится за одну попытку снять то, что сейчас у Девстрока имеется. Тем более, что даже Острой Косой уже успел воспользоваться. Но пока что бой продвигается очень даже себе хорошо. Так, 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 Супер Мув залетел. И сразу, сразу поменялся, видите, на Джона Сюарта, потому что утопленница-то она бездвижная после Супер Приема. А не хочется получать урон, от которого ты и уйти-то никуда особо не можешь. Вот поэтому вывел Джона Сюарта. Он как раз отхватил. Так, здесь прервал. Хорошо. Можно было бы и не прерывать, конечно, потому что спецприем, который Девстрок собирался наносить, он бы не достал до меня все равно. Но я прервал почему? Потому что если я прерваю спецприем, острая коса увеличивает урон утопленницы. А мне того и надо. Но здесь уже третий спецприем Робина Кинга я улучшил с помощью теневой энергии. Вы знаете, под каким-то из своих видео я наткнулся на комментарий по типу того, зачем ты улучшаешь третий спецприем Робина Кинга с помощью теневой энергии, если на твоем врагу стоит модификатор защитной экрана. Я не буду вдаваться в подробности, тем более, что я уже это все объяснял. А если вам интересно, почему я так делаю, я предлагаю вам самостоятельно взять Робина Кинга, ну, при условии, если он у вас есть, взять Робина Кинга, и вот в таких случаях, когда хпшки остается у вашего врага уже достаточно мало, вот приблизительно начиная где-то с четверти запаса хпшки оставшегося, просто подделать третий спецприем Робина Кинга с теневым улучшением и без него. И вы самостоятельно просто все поймете, почему же я все-таки улучшаю третий спецприем Робина Кинга с помощью теневой энергии при условии, если у врага есть модификатор защитной экрана. Предлагаю вам протестировать самостоятельно, чтобы максимально быстро в этом разобраться. По-моему, шикарный совет. Так, возвращаюсь к бою, но вот тут вроде как уже прям совсем чуть-чуть там что-то остается. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Успел прервать, успел прервать. Не знаю, не знаю, что делать, не знаю, что делать. Утопленницу хочется сохранить, но как-то вот я сейчас теряю драгоценные секунды, которые, возможно, мне могли бы помочь победить. Ну давай, но нет, нет же нет. И третий спецприем, конечно, я уже не успел сделать, потому что Робин Кинг просто вышел, встал и стоит. Блин, чуть больше 4 миллионов оставалось Но так или иначе, все равно сейчас, я надеюсь, точно будет последний бой Вот вы, кстати, обращали внимание когда-нибудь на то, как себя ведут боты Они настолько яростные, они иногда выпрыгивают из запасного слота Ну вот вы, допустим, там победили кого-то, да, первого из трех возможных ваших врагов во вражеской команде А второй выпрыгивает уже в блоке Или, допустим, Бэтмен, какой-нибудь рыцарь Архема, допустим, сделал свой второй спецприем Первой частью второго спецприема вы вынесли своего врага И вот Бэтмен ставит оглушающую бомбу на земельку, да И выпрыгивает какой-нибудь другой враг И он просто прям из-за экрана заранее перепрыгивает эту оглушающую поменку Как это делают боты, я не знаю Я вообще не знаю Я пытался, правда, я пытался, я пробовал У меня так не получается, как у боты Но и выпрыгивать в блоке уже автоматически у меня тем более не получается Так, давай, Девстрок, иди уже домой Иди уже домой и глаза свои помой Дай-ка мне, пожалуйста, уже победить тебя Я уже хочу наконец-то увидеть финальные награды Ребятушки хотят, все хотят Поэтому Девстрок, на тебя уже смотреть никто не хочет Мы уже мысленно на финальном этапе прохождения сольного рида И на этапе сбора финальных наград Ну, конечно, это интересно Я тоже люблю эти моменты, вы прекрасно знаете Надежды с каждым разом все меньше и меньше на то, что выпадет что-нибудь более-менее приличное Но здесь хотя бы полторы тысячи О, привет, все, победа Но здесь хотя бы полторы тысячи я заберу 100% Полторы тысячи самоцветов, да Гарантированный тематический артефакт Который очень даже неплохой Убийца богов, да Но и вдруг на 3% случится чудо И мне выпадет легендарный Девстрок Кто его знает? Все возможно Все возможно Но отправляемся за финальными наградами Сейчас, я надеюсь, игра достаточно быстро прогрузится И я как сразу как нажму на раздел почта Потом нажму на получить все И потом, когда я нажму на получить все Я как увижу там Девстрока в наградах Как обрадуюсь И вы как обрадуетесь И будет всем вообще счастье Все Нажимаю на кнопочку И что? Для того, чтобы максимально быстро и качественно пройти сольный рейд Я советую все же вам купить набор с экипировкой Этого сольного рейда А для того, чтобы задонатить в Injustice 2 Mobile Советую обращаться к человеку Ссылку на которого оставляю в описании К ролику и в комментарии Тем более, что человек оформит вам донат Абсолютно официально С 20% скидки Обращайтесь Что, 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 что? Давай удивляй Меня Injustice уже Пора бы это сделать Давно уже такого не было Удивительных моментов Давно не было Конечно, да Спасибо большое За полторы тысячи самоцветов За убийцу богов Ну и спасибо вам, конечно же Друзья, за то, что вы смотрите мои видео За то, что вы поддерживаете мой канал Своими комментариями Своими пальцами вверх И своими подписками, конечно Все, до новых встреч на канале Mobile Gameplay Как появятся какие-нибудь новости Естественно, вам обо всем сообщу Своим в Telegram-канале Ну Всего вам самого лучшего Пока